Не всем питомцам везет обрести дом и любящих хозяев. В особенности, это касается тех, которых уже предавали их хозяева. Сегодня мы расскажем о коте по кличке Тоби, которого настигла такая участь. Он любил своих хозяев, а он им стал не нужен, после того, как они сменили место жительства. Новое место жительства прежних хозяев находился за 20 километров от прежнего жилища. Люди надеялись, что больше не увидят кота. А Тоби понадобилось всего два дня, чтобы преодолеть это расстояние. Отверженный поступок питомца не смягчил их каменные сердца, и они повели Тоби к ветеринару, чтобы его усыпили. Но доктор пожалел бедное животное и определил его в приют для животных. Такой кот, как Тоби, заслуживает лучшей жизни. Как позже стало известно, его выгнали по той причине, что он не хотел мириться с другими домашними питомцами. Но для Лин это не имело никакого значения, и она забрала его из приюта. Лин относится к Тоби с особой нежностью. Любовь девушки кардинально изменили нрав кота. Девушка даже рада, что прежние хозяева отказались от Тоби, ведь сегодня девушка уже не видит своей жизни без него. А следующая история о том, как мужчина спас собаку, на шее которой обнаружил записку с ее грустной историей. Имея домашних животных, мы должны помнить, что они нуждаются в нашей заботе и внимании. Если каждый владелец учитывал бы этот факт, то количество брошенных животных было бы значительно меньше. Однажды мужчина по имени Лайнил вернулся домой и заметил на улице потерявшуюся собаку. Бедное животное, видимо, уже долго блуждало по улицам и выглядело ужасно напуганным. Парень остановил авто и забрал собаку к себе. Сначала питомец был очень напуган, но постепенно начал доверять мужчине. Когда животное позволило Лайнилу подойти ближе, тот заметил записку, прикрепленную к ошейнику. Ее содержание проникло в душу мужчины. «Привет, я Сиги, самая преданная и послушная собака. Мой прошлый хозяин очень сожалеет, что так вышло и он был вынужден меня оставить. Из-за сложившихся обстоятельств он больше не может заботиться обо мне. Я прошу вас помочь мне найти новый дом и семью. Я голденпудель, нестерилизованный и уже совсем скоро мне исполнится пять лет. Я добрая и внимательная, и могу охранять ваш дом в ваше отсутствие. Я знаю несколько команд. Помогите мне, пожалуйста. С любовью, Сиги. Мужчина не смог устоять от такого трогательным послания и сразу же забрал собаку к себе домой. Он накормил и почистил Сиги, а затем она уснула. Питомица так понравилась Лайнилу, что он решил навсегда забрать ее к себе домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...